Больше информированности и меньше бюрократии. 2 ноября состоялось заседание штаба по гуманитарному сотрудничеству, которое в режиме видеосвязи провела вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Нашу республику представлял глава Марио Юрий Зайцев. Я хочу поблагодарить вас не только за это, за сам подход. Спасибо. Подойти к каждому, спросить, в чем помощь нужна. Идти не из того, что мы можем, а что нужно. Вот этот чуткий подход, вот этот тонкий подход, он позволяет всю большую государственную систему настраивать на человека. Тонкий и чуткий. Так заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова охарактеризовала подход правительства МРЭЛ каждому жителю, призванному в ряды вооруженных сил в ходе частичной мобилизации. Ребята отправляются защищать родину и каждого из нас. А мы, в свою очередь, должны заботиться о них и их семьях. Позиция главы региона Юрия Зайцева определена с первых дней кампании. Каждой семье мы предоставили возможность, социальный работник за каждой семьей закреплен, предоставили возможность сформировать социальный паспорт, его заполнить, где есть все потребности. Вплоть до, вот начиная от ребенка забрать из садика, не могу, одна живу осталась, кончая дровахами и углем. Что-то мы нашли общее, то есть какие-то типичные проблемы, они есть. Вот эти типичные проблемы мы и внесли в указы уже главы непосредственно республики, и мы их реализуем. Социальные службы берут семьи мобилизованных под патронаж. Специалисты готовы помочь по хозяйству, решить вопросы с банковскими организациями, предоставить отдых детям, бойцов и медпомощь родственникам. Среди новшеств услуга няни, посидит с малышом, проводит и встретит из школы. Об этих льготах и соцгарантиях должна знать каждая семья. Что касается информированности, в нашей республике данному вопросу повышенное внимание. У нас такая памятка, вот она фактически написана опытом. Она разъединена на две части, здесь региональные меры поддержки и федеральные. Расписано все. Очень коротко в каждой семье она есть. Жена, мама. Открыла, почитала. Так, имею право вот это. Посмотрела, имею право, там, ребенка, программа «Няня». Пожалуйста. Позвонила, тут же пришел социальный работник, отвел ребенка, забрался в школу. Зампредседателя Госдумы отдельно заострила внимание на сборе необходимых справок и документов для получения той или иной льготы, поменьше бюрократии. Цитата Анны Кузнецовой. Предоставление различных форм поддержки семьям мобилизованных должно стать примером формата поддержки со стороны государства. Документы оборот должен ложиться на плечи ведомств, а никак не на самого обращающегося за помощью, чтобы все военнослужащие спокойно исполняли свой долг, не переживая за тех, кто остался дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова